назвал войну войной. В РФ просят открыть дело против Путина. В России требуют возбудить уголовное дело против главы Кремля Владимира Путина. За то, что диктатор в своем выступлении назвал агрессию против Украины войной. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на твиттер-страницу российского депутата Никиту Юферева. Так, муниципальный депутат Петербургского МО «Смольнинская» Никита Юферев обратился к генпрокурору России и главе МВД с просьбой проверить слова Путина по поводу распространения фейков о российской армии через слово «война». Владимир Путин назвал войну войной, наша цель – закончить эту войну. Но указа о завершении СВО не было, войну не объявляли. За такие слова о войне осудили уже несколько тысяч человек. Направили обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков пик.твиттер.ком.дем.нс.нвайкью. Никита Юферев, собака Никита Юферев. Десембр 22-2022, поскольку, как сообщил депутат, указа о завершении так называемой спецпреции не было, войну в России не. Объявляли. Владимир Путин назвал войну войной, наша цель – закончить эту войну. Но указа о завершении СВО не было, войну не объявляли. За такие слова о войне осудили уже несколько тысяч человек. Направил обращение в органы, чтобы Путина привлекли за распространение фейков об армии, написал Юферев. Что сказал Путин? Напомним, вчера российский диктатор Владимир Путин, выступая перед журналистами кремлевского пула, сделал заявление о войне против Украины. Наша цель – не раскручивать этот маховик военного конфликта, а наоборот, закончить эту войну, мы к этому стремимся и будем стремиться, заявил Путин. Что это значит? Тем самым глава Кремля нарушил ограничения, веденное российскими властями еще в начале полномасштабного вторжения. 4 марта Госдума России приняла поправки в Уголовный кодекс, усиливающий ответственность за распространение фейков о действиях вооруженных сил РФ. Простыми словами, россиянам за называние вещей своими именами, спецоперацией войной. Грозит штраф на заоблачную сумму, а то и больше, от 10 до 15 лет лишения свободы. Отметим, что после 24 февраля в России усилилось преследование за критику нападения РФ на Украину. В стране-агрессоре возбуждено уже немало дел по трактовке с во-войной. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.